Итак, добрый вечер, вы слушаете свое радио. Как обычно, надеюсь, это для меня уже как мантра. Слушать хорошую радиостанцию нужно в обычном, привычном для себя режиме. Понимаешь, что с понедельника по пятницу, с 8 до 10, в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живенько беседы беседуем, ну, музыку они нам играют. С кем-то из музыкантов мы вас знакомим, потому что далеко не все группы, приезжающие в живых, есть в ротации и далеко не всех знают лично. С кем-то, естественно, встречаемся не впервые, в разных составах, в разных комбинациях. Сегодня коллектив, приехавший к нам на автомобиле, совсем недалеко они ехали, в общем, через границу пересекли, а тут два шажка, и они у нас в студии. Познакомимся, само собой, естественно, по ходу эфира, но есть у нас добрая традиция. Прежде чем я называю коллектив и прежде чем я поименно представляю этот коллектив каждому из вас, потому что слушаете вы все внимательно, музыканты что-то играют. В некотором смысле музыкальная заявка. Я всегда говорю, что после этой песни, после первой песни, кто-то чаю с ромашкой и баеньки, ну, не всем же может нравиться, правда, а кто-то с удовольствием с нами останется до конца программы. Итак, как всегда, живой звук. В программе живые. Поехали. Я считаю секунды до смерти, Я, как желтый кленовый лист, Что сорвался с высокой ветки И медленно падает вниз Под мотивы не спетых мной песен За стеной у небесных колес Я все жду окончания пьесы Чтобы выйти на бис И увешив крови по колено Две тысячи третий год И тот, кто не скроет мне вены И тот, кому повезет Встать у края вселенной Или у райских ворот Но лишь тот, кто обманет время Никогда не умрет И в бессмысленном сером пространстве На фоне седых облаков Я кружу в этом ветреном танце Как геройчьих до детских стихов Как сценарий неснятого фильма Про любовь, измены, смерть Как летящая с неба звезда Что устало гореть И увешив крови по колено Две тысячи третий год И тот, кто не скроет мне вены И тот, кому повезет Встать у края вселенной Или у райских ворот Но лишь тот, кто обманет время Никогда не умрет И тот, кто обманет время И увешив крови по колено Две тысячи третий год И тот, кто не скроет мне вены И тот, кому повезет Встать у края вселенной Или у райских ворот Но лишь тот, кто обманет время Никогда не умрет И тот, кто обманет время Никогда не умрет И тот, кто обманет время Никогда не умрет Спасибо Вот, собственно, знакомство произошло В первом прикосновении Группа называется «Гитарин» Проект Прости Группа «Проект» уже нет У себя по клубам, прости бога ради Проект, это же действительно имеет большое значение Главное, музыкально это выражается Ярко, проект «Гитарин» Потом мы поговорим, почему, собственно, и какая разница Ладно? Вы же группа товарищей? Да Хорошо, значит, группа товарищей в проекте «Гитарин» Будем знакомиться теперь, конечно же, лично Это важно, их всего четыре человека От меня, правда, спрятали каханиста, так что я его не вижу Ну, я тебя вижу, в принципе, но в постоянном режиме Почему-то за спиной ты сидишь Виталий Каменюченко, правильно? Да, правильно Вокал-гитара Да Гитара, бэк-вокал Евгений Скалов Всё верно Не туда говорю Вот туда Я не привык Привыкай, привыкай Там, где лампочка горит, собственно Теперь вам стоит перекинуть микрофончик К этому человеку с бас-гитарой Которого зовут Корней Виллен Поздоровайся, пожалуйста Добрый вечер, съём Молодец, спасибо Теперь бы надо перкуссионисту всё-таки подняться Со своего замечательного инструмента И поздороваться, ну, хотя бы раз за эфир Максим Волошин Перкуссия Всем здрасте Привет Вот, это, собственно, есть коллектив гитарин И пугают меня слушатели своего радио, вам скажу Сильно сейчас пугают вопросом Который, откровенно говоря, мне казалось уже закрыт давно Кто-то написал, что такой странный барабанный инструмент Понимаешь, у барабанщика Кто-то пишет, что это такое за инструмент непонятный Друзья мои, это кахон В этой студии кахонов было, знаешь, как на гуталиновой фабрике Столько, что я удивляюсь, почему вас смущает этот замечательный инструмент Это очень хорошо используют под акустические, например, коллективы Ромарио играет, к примеру, с кахоном Да много коллективов у кого кахон Вот, собственно, гитарин, проект, пардон Гитарин использует кахон в своём музыкальном творчестве Очень удобная коробка для апельсинов Как я читал историю Очень транспортабельная И хорошо подходит для акустической музыки Абсолютно верно Вот в своё время просто я читал То ли легенда, то ли правда Что негры, афроамериканцы, пардон, сейчас не принято так называть Не поликорректно Использовали коробки для апельсинов Ну, они же песенки всякие пели свои пока с плантации до дома А на чём барабанить? Брали коробку под апельсин И на ней вот так и родился этот инструмент кахон Он ударный инструмент Имею в виду то, что по нему стучат Выдаёт звук, мало чем отличающийся от ударной установки при умелом приложении Всё, мы объяснили, теперь пойдёмте дальше Как с нами связываться? Всё очень просто СМС-портал 4647 Коротенький его номер Сначала пишите свои Без этого префикса сообщение уйдёт куда угодно, но не нам Свои, пробел А после пробела уже всё, что хотели бы адресовать в программу Может быть, ребят спросить о чём-то Может быть, эмоциями поделиться Группа ВКонтакте, официальная группа своего радио Там давненько уже лежит анонсик с фотографией красивой А в самом тексте проект «Гитарин» выделен синим Значит, кликайте Кликабельная ссылка Вы оказываетесь у них в сообществе Это тоже хорошо и важно Вы тогда одними из первых получаете информацию о том Куда коллектив едет, какие концерты где даёт, какие альбомы выпускает Ну, в общем, всегда вы будете впереди планеты всей Видеть можно всё, что происходит в этой студии Зайдите, пожалуйста, на сайт своего радио Своярадио.fm Там сверху вы увидите логотипчик Рядом с ним плеер длинненький такой В плеере слева онлайн-аудио Это чтобы слушать Справа онлайн-видео Чтобы смотреть Кликайте на онлайн-видео И вот вам счастье Вы оказываетесь на планете.ru Планета.ru — это такой портал, краудфайдинговая платформа замечательная Там, собственно, картинка, и там же есть чат, в котором тоже можно что-либо писать Всё, по коннекту всё Теперь давайте по вам Сколько ехали? Два дня Ну, я думаю, с перерывами, с остановочками Откуда ехали? Мы проживаем в городе Борисполе, Киевской области Вот И выехали мы с планом заехать в Белгородскую С планом? С планом заехать Через границу С планом заехать в Белгородскую область С собакой проверяли, плана не было Так, так, так Я боюсь ошибиться Новозыпкина, Новозыпкина Ну, Новозыпкина есть Новозыпкина Есть такой, точно, да Ну, не знаю, там ли Ну, да, ну, есть Ну, в общем, мы там, да У нас вчера был там такой а-ля квартирник импровизированный И Для погранцов, что ли? Да, не-не-не, там друзья наши подписчики Вот Там у нас единственный подписчик, который приехал из России в город Гомель на наш концерт Вот Поэтому мы вот так вот его отблагодарили Приехали к нему на... Ну, как бы вот так отомстили квартирникам Браво Браво Его зовут Игорь, передаем ему привет и всем Новозыпкам То есть, россиянин поехал в Беларусь, чтобы послушать украинскую игру Да, да А вы, вернувшись теперь, вернее, едя сюда, по пути сюда, заехали в Новозыпково Да Да, в России, чтобы сыграть для человека Ай, браво, да Какая трогательная история, правда Ну, и отдохнули заодно, и потом уже как бы утречком нормально поднялись и поехали на Москву Вот, ну, тоже дорога была нелегкая Так, а что за машинка на которой? Вот на... это... у нас есть присутствует здесь наш водитель Ну, большая должна быть машина Извините, у нас, например, рука-водитель проекта «Гитарин» Василий Вот, и машинка у него джип, да, ну, китайского производства Не, ну, большая все-таки должна быть машина Рука-водитель, в смысле руки и водитель Да, понятно, понятно Тяжелая дорога была? Да, нормально Ну, мы же 4, ой, 4-5, 4-5 нас мужиков Вот, мы же весело едем То есть мы смеемся У нас... Особенно, когда с планом такой Да Да, с планом заехать, в смысле Очень, 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 очень упорно искали на границе То есть даже собачку привели, никому не подводили А к нам обязательно... А вы же музыкант Да У нас басист очень колоритный, сразу видно Сразу видно, что у него что-то есть Пока нет Ну, в общем, вечер обещает быть сегодня очень веселым Я вас призываю к тому, чтобы внимательно слушать этих ребят Они прекрасны в том, что они делают много, много, много Есть за что зацепиться Как называлась первая эта песенка, которую вы спели? Первая песенка называлась «Секунды до смерти» Она вообще имеет название Да, у песенки есть три названия Никогда не умрет, и тот, кто обманет время То есть мы даже не теряемся Вот, как ее называть, когда мы, например, запишем ее на диске Вот, но я думаю, что рабочее название у нее «Секунды до смерти» По первой строчке Круто Кстати, сейчас вот буквально с сегодняшнего дня В ротации своего радио пошла премьера Причем премьера этой песни пошла одновременно В Украине, Белоруссии и России НАКО, белорусская группа Серебряная свадьба Белорусская группа И кто там еще И «Сундук» Они спели, девочки там Они поют на трех языках На русском, украинском, белорусском Вот, если три названия, значит, надо петь сразу на трех языках Очень мило, кстати, звучит Ну, очень мило Три сестры Может, мы тоже над этим задумаемся Может, мы тоже над этим задумаемся Очень мило Ну, давайте дальше Давайте попоем еще что-нибудь Что это будет? Следующая песенка Это песенка Называется «Кирпичи на плечи» Это из... У нас на сайте есть рубрика «Наше творчество» Вот И... Что удивительно Да, да, да Ну, просто... На сайте у музыкальной группы Есть раздел на что-то Да Зачем? Так? Вот И в этой рубрике мы публикуем песни собственного сочинения Что еще более удивительно Да, с видео Не, на самом деле, если кто не знает То про «Эгитарин» Мы занимаемся как бы разборами разнообразных песен других рок-групп Вот И как бы выкладываем это все в интернет, в YouTube Вот А кроме этого, как бы занимаемся и собственным творчеством Которое мы сегодня здесь и презентуем Вот Это крайняя песня, которая появилась в этой рубрике Называется «Кирпичи на плечи» Да, навеяна она событиями, которые происходят в нашей родной стране Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» Здесь сегодня «Гитарин» Не путай микрофон Заковали в ордена Заточили всех в кольчуги Черной копоти стена Воют огненные вьюги Так из глаз уходит страх Заливается небо светом Плавят олова в кострах С каждым новым рассветом С каждым новым рассветом Мне бы дым с ладоней смыть Да с волос песок колючий Научи меня любить И стрелять на всякий случай Дразнят Бога богачи Захлебнулись воском свечи Всем за головы мечи Кирпичи на плечи Кирпичи на плечи Серебра на оберег лошадей Под волжи время замедляет бег Снег, как жар по коже Прямо к смерти под венец Там, где тонко, там, где рвется Если путь в один конец Если сердце бьется Мне бы дым с ладоней смыть Да с волос песок колючий Научи меня любить И стрелять на всякий случай Дразнят Бога богачи Захлебнулись воском свечи Всем за головы мечи Кирпичи на плечи Кирпичи на плечи Я да с волос Захлебнулись воском свечи Мне бы дым с ладоней смыть Да с волос песок колючий Научи меня любить И стрелять на всякий случай Разве от Бога богачи Захлебнулись воском свечи Всем за головы мечи Кирпичи на плечи Кирпичи на плечи Кирпичи на плечи Кирпичи на плечи Всем в студии передаю привет Семену, Юлю, ну спасибо Виталику, Жене, Корнею, Максиму Еще Юре из Русрока И еще, если доехали до студии Ване Кирееву и его жене Свете И конечно Лизе Олег Каральник Крап наш, крап наш Харьковский Это к разговору о группе ДМС Он везде сущий Поздравляем Олега с недавним днем рождения Да, мы уж поздравляли Мы с Олегом дружим давно Он чудный совершенно человек Я всегда удивляюсь тому Как можно руководить коллективом Не выходя из дома В общем, собственно говоря Более того, и концерты Устраивайте фестивали И продвигать ротации И так далее Это все крап Это все королик Вот еще одно сообщение Которое сейчас зачитаю Потом мы к разговору и приступим Собственно, это тоже важный моментик Юлия Усова пишет Название гитарин знакомо давно По публикациям в разных сообществах ВКонтакте Но в основном это были видео С разбором табов Если правильно называю Разных известных песен То Короля Ишута То Бригадного подряда Что у них есть что-то свое Даже не подозревала Вот этим и отличается Программа Живые Что люди, даже не подозревающие чего-то Могут вдруг это обнаружить У ребят замечательная Своя собственная программа Теперь я хочу к названию Вы же оба потрясающе играете На инструментах, собственно говоря Не оба Вот Евгений, он потрясающе играет Он, можно сказать, полупрофессиональный гитарист Ну, как бы Когда Виталик скромный А я просто ему подбрынкиваю Иногда даже мешаю Да Ну, вот есть все-таки в группе скромные люди Я понимаю Ну, хорошо Ладно Пусть будет так Женя великолепно играет на гитаре И, собственно, прославились вы Если можно сказать В ВКонтакте, например Вот люди, которые знают вас Исключительно потому Как вы переделываете Ну, то есть разбираете Чужую музыку Очень важный момент Что не переделываете Ну да, разбираете Я условно говорю Разбираете Очень многие называют это каверы Но мы не считаем, что это каверы Потому что это скорее разборы песен Просто Мы просто на акустике А вы покажете сегодня что-нибудь из этого? Это тоже было бы неплохо и важно Если останется время, то, конечно Почему? А можно кусочек прямо сейчас? Вот я просто меньше подречу В данный момент Давайте все-таки Мне кажется, лучше зайдет под конец Где-то там Не, ну, а что бы нет? Нет, секундочку Что страшно? У нас вот даже в наших концертах Мы на концертах играем Там некоторые песни Вот, скажем Не нашего творчества Не нашего производства Вот Но они всегда у нас идут в конце И тогда это вот как бы Ну, на концерте это правильно Эйфория А в эфире нет Не совсем так Есть аудитория, которая приходит сейчас Есть аудитория, которая приходит потом Есть нюансы, которые, в принципе Совершенно понятны Мне нужно сделать все возможное Чтобы те люди, которые Может быть в данный момент Еще не очень понимают, кто вы такие изначально Вдруг сразу поняли, откуда вы взялись Это важно, правда Появи мне на слово Не первый десяток за спиной уже в этой области Ну, тогда давай споем Что-нибудь Хоть кусочек можете Я не знаю Может быть не целиком Просто покажите, как это выглядит Когда вы этим занимаетесь, в принципе, профессионально Разборами этими Разборами Ну, давайте попробуем Все-таки это будет больше, наверное Мы предвидели этот вопрос Странно было бы И даже заложили это как бы в программу Это все-таки, наверное, самый ковернутый Этот самый Разбор Разбор наш, да То есть мы его хоть как-то немножко адаптировали Под свои нужды Это песня Виктора Робертовича Цоя Алюминиевые огурцы Давайте споем вместе Давайте споем вместе Сой на своем радио Погнали Сегодня сектор газа был, я слышал О, сектор газа у нас в ротации Да А сейчас будет Сой Поехали Раз, два, три Здравствуйте, девочки Здравствуйте, мальчики Смотрите на меня в окно И мне кидайте свои пальчики Давить Я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле Я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле Три чукотских мудрица Твердят, твердят в небе с конца Металл не принесет плода Игра не стоит свеча Результат труда Но я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле Я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле Типа сова Пройгер Слои белые колена Пытаются меня достать Колом колено колет ее В надежде тайну Рассказать зачем Я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле 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 Я сажаю алюминиевые огурцы проводите. От Алены Рукасуевой пришло сообщение, вот только вы начали петь. Какой обаятельный перкуссионист, однако. Ребята песни поют, стараются, ты понимаешь? А Алена картинку рассматривает. Ну, в общем, это нормально, мне кажется, когда люди даже такие детали, такие нюансы, как перкуссионист подмечают. Все чудно. Я, значит, всегда удивлялся, насколько все-таки Украина распевная страна. Как же много у вас классных коллективов, в которых все в порядке с вокалом, в которых все в порядке, с пониманием и чувством музыки. Вот правда. Сколько вот в ротации есть коллективов, кстати, в ротации и на украинском языке, я считаю, это совершенно справедливым к тому, как родной язык в любом случае. Слушаешь и понимаешь, ну вот она, музыка-то. Чем вас кормят там? Салом. Вот она в чем проблема. Вот решение вопроса. Ешьте больше сала, будете лучше распевнее и логичнее пить. Мы сюда приезжаем и учим людей еще варить борщ, например. Да, было. Какой? Украинский борщ? Украинский. А он же отличается, правильно. Он отличается, да. Он на сале, опять же. Там поджарки, сальные, можно шкварочки делать. Разные рецепты. Да, да. А твой любимый какой? Мой? Я на самом деле шкварки не люблю. Не хохол, что ли? Я, да, я не хохол. Понятно. Вот я люблю, хоть не хохол. Но мне нравится. А какой рецепт у тебя самый любимый? Борща? Да. Там, где побольше буряка. А, ну то есть это живого. Свеклы, как у вас, да? Свекла. Свекла, свекла. Она не у вас называется, она всегда так называлась в России. Буряк это украинский. Да, да. Так и называется. То есть когда она живая, да? Вот у нее много-много-много-много. Ну да, чтобы было много, чтобы он был красный, это самое важное. Самое важное. Что-то есть захотелось. Ну, а еще, конечно же, бульон. 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 Мясной бульон. А еде тоже иногда приятно, кстати. Рецепт в личку Андрей Аркипов пишет. Ну да, я думаю, что рецепт можно найти в интернете в том числе. Ребята, что важно, вы приехали наверняка с каким-то концертом, но не просто же так. Что у вас будет когда в ближайшее время? Пятого числа будет концерт в Санкт-Петербурге. Где? В клубе Банка в 20.00. А, то есть это вы в Питер через Москву? Да. Получается? Ну, мы потом же опять же вернемся в Москву и седьмого концерта в клубе Мэтсо Форте. Седьмого концерта у вас июнь. А седьмого июня концерт? Да. Ну, я думаю, что все будет. Седьмого июня концерт Мэтсо Форте. Да, да. Вот тоже в 20.00. И вот такая вот культурная программа. Всех приглашаем на живые концерты. Это будет тоже интересно. Это будет круто, я уверен. И вся эта информация есть, естественно, в официальном сообществе ВКонтакте. Конечно, конечно. Там все это можно подсмотреть. Ирина Титова пишет вот что. Думала, что никогда не слышала об этой группе. А вот включила эфир, а тут, опа, кирпичи на плечи. К слову, эта песня у меня в кэше, знаю наизусть. Вот исполнитель не был написан. Как-то уж так получилось, что и не пыталась даже и найти. Ну что ж, будем слушать эфир. Может выясниться, что не только кирпичи знаю по скриптам. Спасибо за эту песню. Она потрясна. Спасибо. Ну, могу сказать, что аудитория у своего радио и у программы «Живые» очень трепетная. Если им что-то нравится, то они искренне совершенно говорят об этом. Если не нравится, имейте в виду, можно и огрести. Но любой человек, который выражает свои мысли, он эти мысли и эти соображения аргументирует. Ну, кому-то, может быть, не нравится звучание нерычащих гитар. Кто-то говорит, ну, хорошая, может быть, музыка, но мне бы что-нибудь пожестче. Нельзя человека за это судить, правильно? Это же его вкус. Конечно, конечно. Посему, я думаю, что и браты-приветы. Андрей Гречайник. Привет, Гречайник. Вот и Гречайник нарисовался. Только что краб мелькнул, да? Вот тут и Гречайник. Группа ДМЦ на всех. Хотя зачем я говорю, что эта группа ДМЦ вся аудитория своего радио знает абсолютно в лицо и даже неоднократно. Скажите мне вот что. Музыка сама по себе — это состояние, понятно, что музыкант спрашивает о том, зачем он играет музыку, совершенно глупо. Это состояние души. Но когда вы занялись разбором, ну, то есть, естественно, что проект «Гитарин», потому и «Гитарин». Как я понимаю, что вы разбираете гитарную музыку чужую. Вы это делали ради чего? Ради какого-то просвещения народа или просто по приколу, что называется? Да. Началось, конечно, всё по приколу. Потому что началось всё с того, что я просто полез в интернет. А так как я уже говорил, что я играю довольно-таки скудно на гитаре и подбираю песни тоже скудно. Вот, поэтому я полез за какими-то аккордами, ну, и как бы даже мой скудный слух позволил понять, что этот подбор никуда не годится. И поэтому я обратился к своему другу, Евгению Владимировичу Соколову, с предложением помочь мне в этом вопросе. Ну, и мы по ходу пьесы решили, что это должно быть какое-то видео, которое мы выложим в интернет. Вот, потом мы решили, что это будет сайт. Вот, и так всё понеслось, поехало. Ну, а когда пришла мысль заниматься, наконец, своим творчеством? Она же была всегда. Ну, то есть, в принципе, как бы, песни-то всегда писались. А когда делаешь что-то не своё, не своё, оно там периодически хочется что-то выложить для людей, свою какую-то песенку. И мы так, в принципе, и начали это делать. И буквально там уже в первые месяцы начали выкладывать и свои песенки. Вот, и они как бы находили отзыв у людей. И так всё продолжается по сей день. — Я очень рад, что вы сегодня здесь по двум причинам. Во-первых, потому что вы прекрасны сами по себе, как коллектив. Как проект, прости. — Кстати, коллектив мне-то удивляет. — Коллектив тоже хорошо. — Это первое. Второе — это важно, потому что это запись. Ну, естественно, будет она в виде подкаста, в видео. Будет всё это разбросано по интернету, по сети. Мы у себя выложим. Дальше оно рассосётся, разлетится. Когда шла речь, мы думали о том, звать коллектив или нет. Вот Юля сказала, ну, конечно, каверщики, они практически ничего своего не играют. И это не только она, как продюсер, об этом так думает. — Лабухи. — Это все так думают. Потому что вы не пиарите себя, как классных музыкантов со своим собственным творчеством. Это грех, я считаю. Это нельзя. — Почему мы и собрались вчетвером, чтобы пиарить уже, начать наконец-то пиарить свою творчество. — А мы вам в этом будем активно помогать. — Мы занимаемся этим на концертах. У нас основная часть нашей программы состоит из наших песен на концертах. И обычно там люди как бы прозревают. И это очень приятно наблюдать со сцены, или в зале, или общаясь просто с людьми. Очень приятно, когда люди приходят послушать каверы, грубо говоря, а слушают наше творчество, и это их вставляют. И приятно это дело, конечно. — И вот хорошо. Теперь люди будут больше подготовлены, будут знать, что у вас прекрасное свое собственное творчество. И что для людей важнее, что для людей интереснее, это время покажет. Передайте, пожалуйста, большой привет от Джентльмен Клаба. Ребятам из Гитарина. Очень теплый эфир получился с удовольствием. Смотрю, Елена Варнакова пишет. А что это такое Джентльмен Клаб? — Джентльмен Клаб — это такой проект в интернете, тоже в Ютьюбе. Его ведет наш друг Антон Цюбко из города Днепродзержинска, недалеко от Днепропетровска. — Родина Ильича Леонида Брежнева. Там мой папа был главным режиссером музычно-драматичного театра Днепродзержинского. — Да, и там проживает наш друг Антон Цюбко, и у него есть канал «Джентльмен Клаба». — С вашим уездом не закончилась там культура. — Да, и на этом канале очень интересные обзоры альбомов, музыкальных каких-то новинок и неновинок, и старых альбомов. Всем рекомендуем посмотреть. И с Антоном мы сейчас сотрудничаем в плане проекта «Гитарина». У нас на сайте есть рубрика «Ликбез», которая коротко в этой рубрике рассказывается о различных группах, которые представлены у нас на сайте. — В формате видео, естественно. — В формате видео, да. — Алена пишет, посмотрел сейчас в списке коверов, даже мое любимое колесо «Сансера» есть. Обалдеть! А много у вас вот этих переработок? — Ну, около 250 штук сейчас. — Обалдеть! Обалдеть! Ну, я так понимаю, что вы-то берете в переработки не абы что, а то, что нравится. — Да, да. — То есть, получается, по этим вашим, не будем коверами называть, по этим вашим переработкам... — Разборам. — Разборам можно понять ваш музыкальный вкус, ваше музыкальное пристрастие. То есть, там и король шут, и я видел, мелькает, да? — Конечно. — Ицой мелькает, вот «Сансара» мелькает. — А что-нибудь из западного? — Нет. — Нет? — Только свое? — Нет, на самом деле, почему не делаем западное? Ну, там уже все давно разобрано до нас. А вот у нас как-то с этим делом немножко худо от обстоят дела, да. Поэтому мы как бы решили этим заняться. Естественно, нам нравится и западная музыка, и... — А чтобы скрыть свои вкусы? — Нет, нет. — Ну, во-первых, чтобы разбирать западную музыку, надо еще петь уметь и разговаривать, да? — Да, да. — Уметь. — Обращаться с английским языком, да. Ну, у нас с этим не сложилось. — Вообще, знаете, за что я уважаю людей, особенно мужиков? Вот реально, сейчас без иронии говорю. Один легко признается в том, что не особо играет на инструменте, и поэтому, собственно, он смущается это делать. А другой говорит, что, в общем, с языком не очень дружны. И ничего в этом стыдного нет. Это правильно. Очень часто люди делают вид, что они все умеют. Еще и петь на английском. — Английском? — Умеют. — И играть на инструменте умеют. Приходят и приносят свои песни. Если бы вы знали, как тяжело, это кровь из ушей, ребят. — Мы знаем, мы знаем. Нам бывает тоже присылаются. — Нам очень часто присылают различные видео. — Даже нам присылают? — Конечно. — Да, нас просят разобрать, сделать. А сделайте мою песню, и присылают. Очень много приходят. — Послушайте стихи. — Да, стихи. — Нет, понятно, бывают хорошие. — А Шахрин присылал вам? — Нет, Шахрин присылал. — К сожалению, нет. Пока. — Сейчас мне интересно, как это можно было бы разобрать. Ну, просто любопытно, действительно. Я к чему? Вот вы говорите, присылают неизвестные люди, а вот известные музыканты присылают? — Да, бывает. — Я... — Надо Корнею поставить микрофон, он шутит, а никто не слышит. — Ну, так вы считали так, что вы забрали эти два, а у Корнея теперь нету микрофона. Ну, давай Корней пускай, говорит, в вокальный. Говори в вокальный. — Да. — Я все сказал. — Ну, хоть как-то будет его слышно. — Буквально вот на днях писали ребята из группы «Кошки джем». — Вау. — Да. — Замечательный. — Такой шикарный альбом сейчас вышел. — Да, да, да. — Вот я как бы видел, что на своем они презентовались. — Да, презентовались, да. — Сейчас к премьеру пошли. — Я не знаю, может, это не надо было говорить. — Почему? — Ну, просто, может, это было, ребята не хотели открывать это. Ну, вот, ну, писали. Писали тоже там какие-то панки питерские. Ну, в общем, ну, пишут тоже всякие. «Черный обелиск» когда-то писали. Предлагали целый альбом разобрать. — Ну, вы разобрали? — Нет, не доехал. Это было Дима, ну, хотели как-то с Димой, с «Черного обелиска» вокалистом, гитаристом. — Ну, понятно. Ну, в общем-то, какая бурная жизнь у вас по разбору, так сказать. А можно в двух словах, почему все-таки не группа, а проект? — Ну, все-таки это интернет-проект. — Спасибо, два слова было. — Все-таки это в первую очередь интернет-проект. — Ну, вы сейчас выходите уже, в принципе, я считаю, выходите в эфир, выходите потихонечку в свет. Я думаю, что в скором времени уже не только интернет-проектом это становится. — Ну, возможно. Может быть, со временем это все поменялось. Но пока это все еще мне режет слух, например. Ну, и Евгений, наверное, тоже, да? — Мне понравилось слово «коллектив». — Давайте подберем для вас, собственно, ассоциация. — Антон Цюбко очень любит слово «ансамбль». — «Альянс». — «Альянс». — «Альянс», да. А, кстати, сейчас, чем дальше, тем больше люди стали употреблять, особенно рокеры. Именно «Виа», вокально-инструментально-инструментально-инструментально. Ведь это же точно отвечает на вопрос, что делает коллектив. Вокально-инструментально ансамблирует, правильно? Почему нет? «Виагитарин», по-моему, очень хорошо бы звучало, я вам скажу. — «Команда гитарин». — Давайте команду петь дальше. — И самое интересное, что вот про «Виа» как бы короткое. То есть группа — это уже длинная. Век такой, что надо все очень быстро делать. То есть «Виа» — очень короткое слово, очень подходит, кстати, да. — И хорошо, украинская группа «Виагра» есть уже, да? «Виагра», если так, с Украины. ансамбль «Игра». А теперь будет «Виагитарин». «Виагрин». Препарат для женщин. «Виагрин». Что за песня будет дальше? Следующая песня будет называться «Совы». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня проект «Гитарин». К чему мне опять снятся совы? Мишени в заброшенном тире. Война в моем собственном мире. Огонь и пустота. Окно, даже телевизор. Дождь в прямом эфире. Но взрывы в моей квартире Даже неспроста. На зеркале пятна крови Следы твоей помады. В прихожей скучают снаряды. Патроны бегут в магазин. Чую, здесь кто-то дышит. Я слышал в шарах шинели. Людно в моей постели. Но я почему-то один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Пожалуйста. Кстати, я хотел бы обязательно это сделать, потому что, мне кажется, это естественная часть программы. Сказать спасибо Сергею Дебальскому, звукорежиссеру программы «Живые» за тот звук, который вы слышите сейчас. Как всегда, собственно, у нас все в порядке в этом направлении. Стремимся к тому, чтобы делать его максимально качественным. Сейчас я вас порадую сообщеницам. Давайте. Особенно тебя. Спасибо, ребята, за привет. Вам тоже привет. Мы вас смотрим. Виталя, не Белгородская, а Брянская. Боже мой. Город Новозыпков. Ждем вас к нам снова на обратном пути. Дарья Петруненко написала. Все перепутала. Да, ребята, извините, пожалуйста. Это недалеко от Гомеля тогда получается. Это совсем недалеко от Белорусской границы. Эти города на букву «Б». Да, да. А эти женщины. Я хотел сказать, лучше бы это были только города, а не женщины. Пускай будет много городов на букву «Б». Кстати, есть замечательная речка в Воронежской области. Называется Вобля. Я вполне серьезно. Вы не знаете? Она на карте. Вобля. Так и есть. Говорят, что казаки в свое время, когда карты себе составляли, ну, то есть делали себе понятные такие местности. Вот. И по картам они шли, и шли, и шли, и выходят. На карте ничего нет. Выходит из-за холма, а там речка. Один казак говорит. Речка. Да, да. Так и назвали. Одним словом Вобля. Так и речка теперь называется. Поэтому города на букву «Б» это хорошо. И Вобля тоже. Замечательно. Так. А, значит, квартет. Человек предлагает квартет просто. Квартет-гитарин. Как вариант. Ну, просто есть вариант, что мы расширимся, и все. И потом все полетит впух-впух. А какие планы по расширению? То есть чего вдруг? Как минимум мы хотим еще укулеле к себе в коллектив. И, да. И мы... Это не матюк? Да. Или это маленький инструмент, все его знают. Мы очень часто, кстати, используем в наших роликах, и в нашем творчестве очень часто он используется, потому что мы как бы все, Евгений там занимается, эти гитарные все... Маленькая или гавайская, да, гитарка? Ну, это не гавайская гитара. Это, кстати, заблуждение, которое я вычитал в Википедии. Такая все-таки португальская гитара. Вот. А все гавай... Ну, почему-то называют это гавайская. Ну, потому что гавайцы ее взяли себе. Это как с этим, с футболом, да? Кто-то говорит, что это английский вид спорта. Дискать, Англия открыла футбол. А, между прочим, я читал о том, что в Африке головой убитого противника играли в футбол гораздо раньше. Между прочим. Я думаю, и не только... Оттуда джаз и пошел. Да, совершенно верно. Поэтому кто его знает? Значит, огромный привет своему радио-гитарину с Днепра. Спасибо им за бомбезный концерт у нас. Стыдно, что не знал. Ребята, раньше Сергей Мордань написал. У вас был в Днепропетровске, видимо, об этом концерте? Нет, был в Днепропетровске, а у Антона мы гостили потом уже после концерта в Днепропетровске. А в Днепре был концерт полноценный. Не квартирник, а полноценный большой концерт. Вот, полным составом. А как часто вы гастролируете, концерты даете? Просто любопытно. Не очень часто, к сожалению, потому что все-таки мы занимаемся проектом в основное, как бы, все остальное время. И оставлять надолго проект не имеем, как бы, возможности. И обычно мы выезжаем, там, где-то вот, вот у нас 15 мая было 4 года проекту, и мы вот тут у нас такой день рождения, после день рождения мы обычно едем в тур, вот, куда-то прокатиться, там, 2-3-4 концерта. Ну, в общем, не неделями ездим, вот, в основном так, на выходные бывало. Но сейчас вот немножко побольше стало. Спасибо, что заехали. Да, спасибо. Вы же могли, в принципе, заехать сразу в Питер, а потом вернуться в Москву. А вы все-таки к нам, потом в Питер, потом обратно в Москву. Спасибо, это очень приятно. Добрый вечер, Семен. Ребята, передаю привет из Харькова. Был у вас на концерте, отлично провел время, жду еще. Не собираетесь ли добавить в свой коллектив клавиши или скрипку? Роман Стэть спрашивает. У нас огромная аудитория из Украины, кстати, чтобы вы в курсе были. Я знаю. Да. Скрипка и клавиши вас спрашивают, нет? Олега скрипка. Михаила клавиши. Нет? Кроме укулеле ничего? Нет, почему? Как бы можно. Можно. Но тут проблема у нас в городе таких музыкантов хороших не найти. А если из какого-то другого города, то как это совместить? А может быть пока еще хорошие музыканты из вашего города, хорошие клавишники, скрипачи не знают о том, что вы хотели бы с ними познакомиться? Ну ты же не можешь знать в действии. Может быть какая-нибудь молоденькая девочка, клавишница или мальчик, только-только закончивший музыкальную школу. Какая-то девочка маленькая поездная. В трясину праведной лжи увезла эта планета. А мы не знали об этом и совершенно случайно. Каждый вышел из тьмы, в плоскость белого света. И всем открылась тайна, тайна. Но то ли лапнули наши глаза, то ли выбило пробки, А то ли мы все сметели с катушек и ходим, как пьяные. Все стремимся попасть в эти пластмассовые коробки. Да попадаем обычно в деревянные. Назад дороги нет, мы здесь состряли навеки. Меняем наши цвета, горим то синим, то красным. Мерцаем точно огни в ночной дискотеке. И всем давно уже ясно, ясно. Но то ли лапнули наши глаза, то ли выбило пробки, А то ли мы все слетели с катушек и ходим, как пьяные. Все стремимся попасть в эти пластмассовые коробки. Да попадаем обычно в деревянные. Но то ли лапнули наши глаза, то ли выбило пробки, А то ли мы все слетели с катушек и ходим, как пьяные. Все стремимся попасть в эти пластмассовые коробки. Да попадаем обычно в деревянные. Спасибо большое. Гитарин. Так называется проект, который сегодня в программе «Живые» Знакомит вас со своим творчеством. В большинстве своем знакомит. Просто потому, что до какого-то времени своего развития Коллектив делал переработки. Музыкальные переработки других коллективов. И продолжает. Продолжает, да, но все-таки своя программа у коллектива есть. Максим, можно тебя поближе ко мне подойти сюда? Брось наушники, я тебе кое-что покажу. Это важно, мне кажется. Тут сейчас девочки начали размышлять, на кого же ты похож. Юля предположила, что на Олега Менщиков. Сюда иди. Обойди, обойди. Я хочу тебе просто одно сообщение показать. Это Екатерина Ефимовой. Вот пишет. Перкуссионист симпатичный, похож на одного актера. А я сейчас тебе покажу девушку. Вот, как тебе? Севастополь. Ничего так, да? Все. В общем, ты имею в виду. Я пацанам показывать не буду, а то ведь начнут сейчас отшибать, понимаешь. Ты, если что, потом заглянешь в переписку. Можно будет, наверное... Нам-то что показывать? Мы же не симпатичны. Это верно. Сегодня уже не первый раз девушки замечают перкуссиониста, который спрятался. Хотя мы его спрятали. Хотя их спрятали. Мы скрываем его. Но все же, да. Все же девчонки обращают на это. Я нифига не понимаю в мужской красоте, но, видимо, привлекают. Я тоже хочу, чтобы быть симпатичным. Я, кстати, подозреваю... Я подозреваю, что сегодня кахон увидели только благодаря тому, что вот сидит Максим. Узнали, что такое есть кахон. На нем играет Олег Менщиков. Я понял. Движемся мы с вами дальше. Напомню еще раз. 4647 – это короткий номер для смс. К ваших сначала пишите свои, пробелечка, а дальше все, что хотели бы адресовать коллективу. Это на тот случай, если вы где-нибудь вне доступа находитесь от компьютера, там не очень удобно набирать текст ВКонтакте, а смс-ку скинуть можно всегда. И вычитываю все, что обнаруживается интересного ВКонтакте, например, в группе официальной, либо в чате на планете. Вот, например, Рина пишет. Теперь точно все. На меня такое эмоциональное влияние оказывала, пожалуй, только песня «Героин» группы «Кэжуал». Да мурашек пробрало, невероятно зацепило. Я даже не знаю, что сказать. Очень сильная композиция. Я, пожалуй, к вам в рабство, ребят, задумываюсь опять над смыслом жизни. Понимаете, что творится с людьми, когда они слушают глубокомысленные, серьезные, классные песни с текстами, я имею в виду, классные. Это значит, что от вас много зависит. Вы понимаете, какая... Нет, я сейчас без иронии, правда. Свою ответственность я, например, всю жизнь осознаю. Я понимаю, что любое сказанное ведущим в эфире слово, или же, ну, слово, да, оно может влиять, или же несказанное слово вне эфира музыкантам, например, пришедшим и желающим попасть в ротацию, например, оно очень серьезное оказывает влияние на людей в общем, в целом, в принципе. А вы-то творите песни, песни, музыка, они всегда влияют на человека. И если так посмотреть на историю развития музыки, то человек с музыкой живет испокон веку, еще при динозаврах. Люди же плясали какие-то танцы шаманские вокруг костров. Под кахон. Возможно, под кахон, да. Под старый, древний, тогда, наверное, иначе выглядевший кахон. То влияние, которое оказываете вы своими песнями на людей, вы как оцениваете его сами? Что это? Ну, надеемся, что адекватно оцениваем. Очень странно бывает, когда песни сбываются. Написал вроде бы ни о чем, ну, как бы какие-то там сиюминутные переживания, а потом это все как-то случается в жизни. И, наверное, песни такие, что каждый находит что-то свое в текстах. И могут же найти разные. Есть такие песни у нас из суицидального направления. Мне не хотелось бы, чтобы люди после этого как-то решали что-то. Поэтому даже не знаю. Надеемся, что так никто не думает. Это все состояние души просто, да и все. То есть, в принципе, особо не задумываясь над этим временем. Просто песни пишутся уже давно и во все эти, ну, не знаю, за 20 лет, да, наверное, задумывался неоднократно. Вот, ну, передумывал в сторону того, что... Я почему вдруг об этом спросил? Я вспомнил, не знаю, с чем это связано, ассоциации у всех разные. Вот у меня какой-то ряд родился неожиданный. В свое время, это 80-е годы были в Советском Союзе, впервые показали фильм про Фантомаса. Ну, комедия же очевидная. Сейчас с возрастом понимаю, что это просто комедия. Но факт заключается в том, что после показа этого фильма в кинотеатрах Советского Союза активно увеличились самоубийства среди молодежи. Молодые ребята ходили на этот фильм, видели этого чудика в маске, да. Что-то их так цепляло где-то внутренне, что они вот прыгали с крыши там и так далее. Потом этот фильм запрещали. В общем, много была такая длинная история. Так вот, я к чему и говорю, что когда кумир или когда уважаемый тобой человек поет о чем-то тяжелом, восприятие у человека, оно ведь открытое. Человек как, может быть, без черепной коробки, да, с космосом напрямую связан. А вдруг что-то где-то, вот такие ответственные моменты, они когда-нибудь не давали спать? Ну, скажем так, спать не давали. Я хотел бы немножко, может быть, если позволите, переведу в другую плоскость. Мы что занимаемся чем? Вот основная деятельность проекта «Гитарин». Мы-то занимаемся тем, что люди по нашим песням учатся играть другие песни, и они как бы вот в этом плане берут с нас пример. Ну, в частности, вот с Евгения Соколова, который разбирает эти песни. И тут в этом плане гораздо больше всяких отзывов, да. То есть люди пишут, которые мы по 20-30 лет никогда уже не играли на гитаре, а тут вот достался шкафа или там пошел купил или что-то еще, и что-то еще. То есть этих просто гора этих отзывов, когда люди возвращаются к гитаре и начинают что-то как-то творческую свою деятельность продолжать. И это, я считаю, позитивный вариант, и это, я считаю, позитивное влияние проекта «Гитарин» и на молодежь, и на всех остальных людей. Ну, хорошо, будем считать, что ответ получен. Тут, наверное, спрашиваю, что за гитары у вас какие-то такие прям шикарные. Что это за инструменты? Ну, у меня это гитара «Мартин», «Джи Пи», там куча цифр. Куча цифр в ценнике ты имеешь? И в ценнике тоже. Это гитара не наша, это нам как проекту «Гитарин» дали попользоваться фирмой «Акрополис», такая есть во Львове. Они представители в Украине гитар «Мартин». И она, в принципе, у нас на сайте как бы в дизайне участвует и в разборах наших, как это самое. И мы ездим с ней по концертам. А у Женьки? Ну да, а у меня «Карвин АЦ-375». А все американские гитары, как бы, я не знаю, что о них сказать. Классные гитары просто. Классное дерево, классный звук. Но не у нас своих, вот видите, это не наша гитара, а эту еще мы не до конца выкупили. А эту мы еще не выкупили, да. То есть, мы не местные, да, ну понятно. Так что у нас на сайте есть кнопочка «Поддержать проект». Кстати, да, у нас, между прочим, есть некоторое количество людей, которые с удовольствием поддерживают. Как только слышат хорошую музыку, тут же покупают альбомы, принципиально покупают, не скачивают, а покупают. Может быть, действительно, кто-то сегодня найдется, кто и проекту поможет. Давайте петь дальше. Что это будет? Песенка называется «Постричься бы коротко». А что мешает? Как всегда, живой звук в программе «Живой». Об этом расскажется, мы расскажем в песне. Проект «Гитарин». Поехали. 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 Дым я тебя не узнал, снегом засыпал вечером, Ветер к утру разметал, пепел любви опрометчивай, К тем, кого не провожал, всем тем, по ком звонит колокол, Тем, кому я задолжал, тем, что живут там за облаком, Постричь собой городка, Постричь собой городка, Прочь от нелепых потерь Субтитры создавал DimaTorzok Постричься бы город Субтитры создавал DimaTorzok Постричься бы город Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 а вот на ваших концертах как все происходит у нас на наших сидят и слушают в основном да потом хлопают и подпевает бывает когда уже поем более известные хотя и наши по тоже песни уже под все больше людей в зале вот подпевает чтобы что приятно конечно что конечно честно говоря не очень люблю когда на наших песнях танцуют особенно в конце например там когда уже какие-то там не знаю там мы у нас есть традиция мы играем песню группа крови потому что ты песням начинался про эгитарин мы первую песню которая забрали это было группа крови и когда люди под нее танцуют как так странно выглядит ну в принципе танцевать можно под все что угодно я же время неоднократно уже этот пример приводил про яблоки на снегу муромовская песня ну песня то не танцевальная она другом девушка пришла на могилу к парню погибшему в афгане он любил яблоки она на могилу на снег бросила ему те яблоки что теперь с ними делать я больше не могу в итоге что здесь этой песни сделали дискотечный хит ну как бы повернется никогда не знаешь на самом деле 46 47 короткий номер смс ваших свои пробел а дальше уже все что хотели бы сказать что касаемо чата и группы вконтакте роман беспалов пишет мало знаю этих ребят просто они как-то оказались поле зрения а сегодня еще сильнее их зауважал прямо до сантиментов хочу пожелать им всего самого наилучшего передайте это пожалуйста пожалуйста спасибо мужиков цепляет до сантиментов мужиков цепляет понимать в общем мы корнея свое мышление мы текстами минцы цепляем мужиков максим своим внешним видом цеплять девушек в общем в общем хорошая группа аудиторию мы сегодня хорошая группа проект гитарин да давай так хорошая группа проект вио что дальше чтобы следующая песенка называется в моей голове как всегда живой звук программе живые и здесь сегодня гитарин из борисполя поехали мне бы уверенности в движении и прозреть хоть на треть мог бы пить воду в твоем отражении или просто смотреть я мог бы уйти свернуться в крокотный кога затеряться в траве на тысячи настиж распахнутых ока в моей голове в моей голове в моей голове в моей голове в этом основа всего неживого постарайся понять это так просто как встать пол шестого как научиться летать это лишь импульс слабого тока в натянутой тетеве тысячи настиж распахнутых ока в моей голове 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 и в моей голове Дай мне гитару, налечь я в чашку Попроси что-то спеть Но только не надо лезть под тельняшку Не надо шалеть Я просто банка томатного сока С пиркой на рукаве Я тысячу настежь распахнутых ока В твоей голове, в твоей голове 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 Наше творчество Это все можно Возле каждого видео Есть кнопочка mp3 Можно скачать И составить себе альбом Так как нравится слушать Но конечно же В наших планах Есть записать альбом Вот в таком вот составе Когда у нас появятся деньги Понятно В общем открытый вопрос Дата открытая Но просто здесь Ильяна Нурулина Совершенно справедливо пишет Они просто обязаны быть в ротации И я с ней согласен И вот если я захочу А я уже хочу, к примеру Взять несколько ваших песен В ротацию своего радио И что мне делать Если у вас нет Пойти на сайт Гитарин Сейчас Нет Нет, сейчас А, сейчас? Да, сейчас Куда я пойду? Ну, пока никуда Мы собираемся в ближайшее время Писать на самом деле То бишь летом А то, что люди себе Составляют там в ВКонтакте Скорее всего лайвы Нет Это то, что мы пишем в студию В студии проекта У нас есть своя студия И у вас есть записанные треки Есть Но это нельзя Они не есть для радиоротации Они для разбора Хорошо подходят То есть не подходят для радиоформата А может и подходят Надо послушать Мне кажется, что не подходит В общем, настоящий альбом Мы собираемся писать летом Сейчас как раз меньше концертной деятельности Летом люди разъезжаются отдыхать Мы хотим заняться как раз Вы сказали об этом сейчас во всеуслышании Имейте в виду Вот будет альбом Я даже не знаю Как подойти-то к этому Я полагаю Вы должны сами догадаться Куда вам надо прислать эти песни Мне кажется То, что вы будете писать альбом летом Вы сказали во всеуслышании Народ это услышал Я когда, допустим, меня спрашивают Почему этой группы нет в ротации Я отвечаю Потому что эта группа Не поет 30 лет от них и тех же песен Как многие из маститых Так сказать Русскорокеров Они только-только Вот как-то так Вокруг себя собрались И у них нет записанного альбома К примеру Из которого я мог бы что-то себе выбрать А народ почему-то думает Что я не хочу группу взять в ротацию Да с удовольствием Дайте только хорошего качества записи С радостью Хорошо Мы Как только Наши хоть несколько песен Будут готовы Мы их В первую очередь Конечно На свое радио Хоть бы обрадовался Хоть визуально бы обрадовался Я не знаю В общем будем ждать Будем ждать записи Будем ждать качественного звука Для того чтобы это можно было слышать Он же скромный Да Да Это правда Скромность Иногда украшает человека Иногда ведет в безвестность Кстати В этом тоже нужно помнить Надо бы петь дальше Мы там В первом части Кайверочком заменили Получается Одну из песен А хотелось бы Чтобы вы сегодня Успели исполнить Всю свою программу Да А вопрос Сколько у нас еще Песенок влезет Влезет? Да сколько впихнем Столько и влезет Штуки четыре Можно впихнуть Поэтому следующая песенка Будет называться Она короткая Тридцать два года Как всегда Живой звук В программе живые Проект гитарин Поехали Время идет И с каждым годом Кажется, может такое случится Что я забуду все Коротко стану много курить И коротко стричься В будущем я буду иначе Дышать, но не жить Смотреть, но не видеть И ты не поверишь Но однозначно Стану меньше любить Больше ненавидеть Эй, не грей меня тусклым светом И не сетуй на погоду Расстояние до туалета Лет торпево и тридцать два года Эй, не грей меня тусклым светом И не сетуй на погоду Расстояние до туалета Лет торпево и тридцать два года В будущем я стану нищим Дряхлым больным И слабым духом Буду мечтать о здоровой пищи И страдать хреновым слухом Доживать не стесняясь фобики Постоянно искать работу А в коробке Из-под обуви Будет храниться твоё фото Эй, не грей меня тусклым светом И не сетуй на погоду Расстояние до туалета Лет торпево и тридцать два года Эй, не грей меня тусклым светом И не сетуй на погоду Расстояние до туалета Лет торпево и тридцать два года Тридцать два года Тридцать два года Я всегда шуточно говорю, что это песня про Энурез Это литр пива и туалет Это неудачная шутка Да Ну, кстати, кому как Кого-то Энурез, например, спас от армии в своё время Есть такие люди А кто-то под это дело, да, как-то косил Кого-то армия спасла Кого-то армия спасла, да О, да Какие-то, наверное, больше Значит, Георгий Кувшинов Судя по всему, человек, который знает ваше творчество И хорошо знает Он пишет, что тридцать два года Класс, уже третий вариант, что я слышу Что значит третий вариант Очень наблюдательный, кстати, Георгий Кувшинов Да Ну, мы её всё как-то пытаемся улучшить, что ли Вот И вот, как бы Это уже крайний вариант Вариант, надеемся То есть, аранжировка там имеется Да, аранжировка меняется Ну, она была раньше такая Вот ля минор Там три аккорда Вот, а сейчас мы немножко, как бы, разнообразили Такое более современное сделали, кажется Ну, человек следит Да, это круто, да Следит И даже, знаешь, что это третья версия Третья, правильно Которую он слышит Вот Видишь, любое слово, сказанное публичным человеком Кому-то в башку заседает Я никогда не думал, что это может быть настолько А ведь так и есть Была история тоже долгая Через 10 лет мне напомнили, что я сказал 10 лет назад в эфире Я забыл думать об этом через 5 минут После того, как сказал Человек 10 лет помнил Ты понимаешь? Поэтому с этим надо аккуратнее Да С этим надо аккуратнее Давайте-ка мы еще раз про концерты напомним Тем, может быть, кто подошел к нам совсем недавно Да В ближайшие, в Питере, как я понимаю Я как бы даже хотел к этому подвести Вот вы, Семен, сказали, что мы сегодня Сыграсы А так это со мной на вы, что ли, общаешься? Я так, да Ну а что ты? Ты мне пафосу передаешь? Да Ты мою майку видел? Сейчас переверну Вот, Семен, ты сказал, что Ты хотел бы, чтобы сегодня прозвучала вся наша программа Она не может прозвучать Потому что она слишком раздута и не влезет в эфир Нет, нет, я имею в виду та программа, которую запланировали А, которую запланировали, да Вот, и поэтому все остальные песни можно услышать на наших концертах Которые пройдут 5 июня в Санкт-Петербурге в клубе Банка Мы будем играть, начинаем в 20.00 Кроме этого, именно только в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге будет мастер-класс такой импровизированный Но, тем не менее, будет встреча с подписчиками Ну, где-то мы обсудим какие-то вопросы, связанные с нашим сайтом С нашими вот этими делами А в Питере много подписчиков? Ну, прилично В прошлом, вот осенью на концерте было 70 человек Подписчиков? Ну, да Именно подписчиков Ну, клево Ну, это как бы наши Мы там особо как бы не это самое, афиши не расклеиваем Вот, кого там на сайте, там в группе оповести Ну, для Питера 70 человек это много Да, и мы играли, кстати, в Камчатке Вот, и это было так прикольно Вот Это пятое в Питере Это пятое в Питере, но мы будем в банке, да А перед этим в клубе, как называется? Арт-Мансандра, да Пройдет Мансандра Ничего, ничего Короче Арт-Мансандра Мансандра Мансандра Это слово так произносится Короче, сейчас такую рекламу сделался Пять раз произнес Массандра в другом месте Пройдет Пройдет Такой импровизированный мастер-класс Он начнется в 16.00, да Вот Тоже мастер-класс? Ну, это как бы такая встреча с подписчиками И там обсудим вот вопросы там Игры на гитаре, которые нам задают обычно вот По почте И мы всем-всем-всем отвечаем Послушай, ну, давайте так Мне теперь тоже стало любопытно Какие вопросы игры на гитаре задают по почте? Ну, к примеру Как взять баррэ? Какие струны Какие струны вы используете? Что Ну, вот касательно проекта, да Какие струны Какие гитары Какие Эти самые Что там еще Что вы в записи используете? Какие прибуды Какие примочки Какие Все-все-все-все-все Вот это все Ну, куча вопросов А скажем, показать, как сыграть то или иное произведение Могут спросить? Ну, да Это в основном Спрашивают То есть, так как мы разбираем то песни То есть, присылают Каждый день по несколько писем приходят И что-то просят разобрать Вот Ну, всего там разобрать А что ты можешь, допустим, такой вот Эдакое показать? Как вот сыграть что-нибудь такое Ух! Заворотистое Ну, покажи Так я что Ты же был профессиональный, как он сказал Гитарист Не, ну так А как сказать? Не, так не вопрос в том, что Вопрос Если есть какие-то технические ошибки Да, там вот какие Вот Хотя бы так Подожди, подожди Еще раз Только по длине Это все? Ну, да Очень часто Ради этого люди придут к тебе на мастер-класс? Нет Не ради этого Просто Мне в основном вопросы задают Как научиться там быстро играть Как научиться подбирать правильно Ну, вот такой план На эти вопросы можно ответить? Ну, конечно Как научиться быстро? Да А девочкам, да Девочкам, понятно Да, ну, технику развивали Как научиться быстро играть? Нужно долго-долго репетировать Надо долго-долго пальцы разметить Ну, есть нюансы Все-таки есть Есть Ладно, спрашивать не буду Пускай на мастер-классах об этом узнают Да Он, кстати, бесплатный мастер-класс То есть Никаких плат за... То есть вообще с ума сошли Да Это вы перлись, простите, из Борисполя Чтобы бесплатно отыграть концерты? Нет Концерты платные Мастер-класс бесплатный Обычно наоборот люди поступают Ну, а нам так вот Интереснее Необычно Они необычные Это сложно сдавать мастер-класс Просто когда мы в перерыве выходим на концерт Пообщаться с подписчиками А это занимает нам обычно 10-15 минут И этого времени не хватает Поэтому выделили вот эти полтора-два часа Чтобы люди пришли И мы просто могли пообщаться И они позадавали все вопросы И мы на них Да вы крутыши, парни Вы просто правда молодцы Если вы так откликаетесь на людской интерес Это круто Давайте дальше петь Мы уже более такой легенькой Что ли часть нашей программы перейдем Это будет мажорненькая песня О том, что в кармане у Насти Называется она В кармане у Насти Звук, как всегда, живой В программе живые Здесь сегодня проект гитарин Поехали В кармане у Насти Зеленый фломастер Годальные карты И тюбик со счастьем Пластмассовый веер Лилового цвета Растолбанный плеер Жующий кассеты На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Пушистые окошки на стенке в сортире Резиновый клей для аппликаций Папсовый коктейль Радиостанция На-на-на-на, у Насты в квартире На-на-на-на, у Насты в квартире На-на-на-на Зеленый фломастер Годальные карты и тюбик со счастьем Пластмассовый веер лилового цвета Раздолбанный плеер, жующий кассеты В кармане у Насты зеленый фломастер Годальные карты и тюбик со счастьем Пластмассовый веер лилового цвета Раздолбанный плеер, жующий кассеты Спасибо, друзья Пожалуйста, дорогие Что важно на данный момент, как мне кажется Отметить то, что люди абсолютно однозначно Вот сейчас Плачут Плачут и присылают сообщения о том, что слезу прошибает Вот понимаешь, да? Вроде бы ничего плохого не делают Мы завязываем, все, хорошо, не будем Музыканты, вроде, ничего плохого не делают А народ рыдает, понимаешь? Но это же нормальная реакция, мне кажется Нормальная реакция доброго, открытого, чистого человека Который готов, собственно говоря, к любым для себя новым каким-то открытиям Это же здорово Это же здорово Здорово, конечно Нам очень приятно Дарья Петруненко пишет Вот, Семен, сообщи им, пожалуйста, предыдущее сообщение Пусть Карней сыграет на саксофоне Он поймет Игоря Новозыпков Да сообщил я ему уже А что я должен был еще им сообщить? Вроде как все ему уже А насчет предыдущего Мне всегда нравятся люди, которые в чате пишут Сообщи мое предыдущее сообщение А перед этим 250 Пока где я отматывать буду? Я понимаю, о чем идет речь О чем идет речь? Давайте мы попросим Карней Может, споешь куплетик и соло Ах, вот в чем дело Тут есть свои какие-то интересные Ага, ну давайте Это тоже из нашей программы Я так понимаю, Карней поет обычно, да? На концертах или нет? Или это эксперимент для эфира сейчас? Ну да, это такой, наверное, эксперимент Все-таки для эфира У Карней есть классная песня Пыль в глаза Пишет сразу человек Видите-ка У нас может не хватить? Чего не хватить? Да мне нужно Вернее Да, вот эти давай, ладно У меня там просто завязано Игорь Мардань пишет Что у Карней есть классная песня Пыль в глаза Ну ее тогда я и исполню О, как легко договариваться Разметал все Хлопнул дверью выше Из подъезда Из подъезда Затянулся дымом Сигареты Где-то Заскрипели Тормоза Пыль в глаза Пыль в глаза Растворился В суете центральных улиц Растерял все Разметал последний бисер из стен Покатилась пьяная слеза Пыль в глаза Пыль в глаза Пыль в глаза Не хватило Или было много водки, растрепался Заказал переговоры, уговоры, ссоры, споры Отказали тормоза, пыль в глаза, пыль в глаза Пыль в глаза Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Скажи мне, пока вы меняетесь инструментами и наушниками Скажи мне, пожалуйста, а тебе не обидно, что ты сидишь с бас-гитарой В коллективе, который называется проект Гитарин.ру Если уж так на то пошло Если ты при всем при этом так заливисто поешь и играешь губами саксофона Дело в том, что у меня есть свой проект, называется Навсничь То есть там ты уже нормально поешь, не стесняясь Вот это вот Да, но там я играю на гитаре Ну, понятное дело Там есть хороший бас-гитарист Познакомишься? Тоже скромный Я так понимаю, ты у нас долго не задержишься А мне, во всякий раз, правда, дико интересно Ну, как говорят, что если два... Почему театральные семьи, ну, я как человек театральный это понимаю прекрасно Актер, например, живет там с актрисой Очень долго не держатся, потому что два талантливых, ярких персонажа Два человека с характером И, как говорят, два медведя в одной берлоге не уживаются Режиссер с актрисой или наоборот могут, потому что там есть такой момент подчинения Это естественно А когда два в данном коллективе, даже три прекрасных вокалиста Все три играют на инструментах, причем здорово Как вот тебе не обидно? Я скажу так Просто гитарин это вот проект Виталика и Женя То есть ты просто помогаешь Не, а я скажу не так Нет, я не перебываю Вот, и в этом проекте я понимаю свою роль То есть у меня здесь бэквакалист и басист А в своем проекте я лидер группы И я там занимаюсь А если бы не было своего проекта? Ну, как это не было? Нет, ну вот, ну просто бы не было бы А ты скромно сидишь То есть все равно не смог бы удержать себя Нет, ну сейчас на самом деле мы несколько лет не играем Мы уже с ним навзничем Но я собираюсь записать А зря Сделать записи А зря Нет, у нас более хорошие записи есть в контактах Можно набрать навзничь с твердым знаком на конце И там Нет, ну как бы я хотел продолжить Корнея Мы как бы играем только с ним вместе буквально месяц, да? Или два, наверное, да? Полтора месяца у нас было репетиции 5, наверное, всего Вот Для нас это тоже было, по крайней мере для меня это было открытие Что Корнея все-таки имеет такие данные, вокальные И ты поднапрягся Труба Нет, не поднапрягся А в том, что как бы мы хотим все-таки сделать и его песни И будем это делать, просто на это надо время То есть я, ух ты, ух ты Я знаю, что вы подсмотрели перкуссию в свое время Кахону Ромарио Как я понимаю, да? Эту историю В некотором смысле Нет, в том числе, скажем В том числе То есть мы когда смотрели, как люди играют Вот и у Ромарио тоже все поют Слушайте Вы можете таким образом даже где-то так посоревноваться, между прочим Серьезно Но там, кроме Рома-то, поют похуже Рома-то хорошо, а все остальные ребята, они так Они очень веселые, забавные, потрясающие Мы их очень любим, но поют-то они похуже, чем ваши бас-гитаристы На самом деле, я могу привести, например, пример группы «Воскресенье» Почему бы и нет? Там все отлично поют и все самодостаточные личности И нормально Это, конечно, так Слушайте, у нас осталось времени совсем чуть-чуть, пять минут буквально до конца Есть две двухминутные песни? Есть одна песня, которую мы обязаны сыграть Это песня про наш Бориспольский рок-н-ролл Про то, откуда мы все вышли и выросли Кроме Корнея Васильевича, потому что он из села Киев Я вообще из Каваданской области Длинная она, скажите Такая приличная, скажем Ну, минут на пять, да? Минут четыре-пять Ну, значит, тогда мы ей будем закрывать эфир Друзья мои, во-первых, спасибо хочу сказать всем вам за то, что вы к нам приехали Это откровение и для многих открытие Это очень здорово Мы очень любим открывать новые имена И для нас самих это потрясающая возможность Показать свету очень вкусную, классную музыку Замечательного коллектива из города Борисполь Это первое Второе Не забывайте, пожалуйста, что есть такая радиостанция, которая называется «Своё радио» Она и создавалась для того, чтобы музыкантам, не имеющим пока всемирной славы Дать возможность светиться и показывать свою музыку Это второе И третье, что очень важно Как мне кажется Френд с ней с политикой Музыка важнее всего Вы делаете такое потрясающее дело Когда поёте песни и катаетесь в Россию И даёте возможность россиянам слышать, как классно умеют играть и петь в Украине Мы наоборот стараемся людей сближать, а не разъединять Нет, это правда, вы молодцы Завтра в программе «Жилая группа Копенгаген» Это совершенно другая музыка, абсолютно иной саунд Но тоже, на мой взгляд, весьма-весьма интересно Как называется песня? Песня называется «Дешёвый рок-н-ролл» Спасибо всем за то, что были сегодня с нами Всем до завтра Это песня о том рок-н-ролле Когда мы на дешёвых гитарах На каких-то там дешёвых колонках Это всё начинали играть И об этом, собственно, песня Посвящается нашей Бориспольской группе «Ран Ридимун» Да им привет Поехали Хитовые темы Любовь и свобода Нехитрые тексты И хитрый подтекст А у меня, как обычно Песня в полгода В принципе Чуть чаще, чем секс В принципе Можно и водки Если встал, не стой, накидая Так долго стирал Тормозные колодки И вот теперь видны мозги Я закрыл дыру заплатой Но попутал жизнь с зарплатой Всё пропил и вот Упал под стол Если бы нет, друзья Я помер Прикинь, вот это Был бы номер О, этот наш дешёвый Рок-н-ролл Этот едкий, но приятный дым Этот хрупкий, но послушный воск Это счастье быть вечно молодым Эти песни, что нам взрывают мозг О, этот наш дешёвый Рок-н-ролл Рок-н-ролл Борис, польский, дешёвый Рок-н-ролл Я, конечно, не буду здесь Долго лить воду Я просто обязан Взять и признаться Слебни эти четыре Простых аккорды Слебни первая Реанимация Я б, наверное, пил ром-колуб Или сидел на парашке А так спасибо дешёвому Рок-н-роллу За отверстие в башке Я закрыл дыру заплатой Но попутал Жизнь с зарплатой Всё пробил И вот Упал под стул Если бы не, друзья, я помер Прикинь, вот это Был бы номер О, этот наш дешёвый Рок-н-ролл Этот едкий Но приятный ты Этот хрупкий Но послушный воз Это счастье Быть вечно молодым Эти песни Что нам взрывают Маск О, этот наш дешёвый Рок-н-ролл Борис Пальский Дешёвый Рок-н-ролл О, этот наш дешёвый Рок-н-ролл Борис Пальский Дешёвый Рок-н-ролл Первая реанимация Первая реанимация Первая реанимация Первая реанимация